Последний блок – это цены и ценообразование. Здесь самое, наверное, сложное, потому что люди задают самый частый вопрос, как назвать человеку цену. Причем есть некоторые ниши, в которых сложно посчитать. Нельзя на лендинге посчитать, сколько будет стоить, например, стоимость квартиры. Можно сделать калькулятор, но посчитать прямо так вот нельзя. Сложно сделать просчеты, например, на ландшафтный дизайн, например. Ландшафтный дизайн там посчитать крайне сложно, потому что что там человек хочет, сколько он деревьев хочет посадить, там только можно сделать приблизительный какой-нибудь смету хоть какую-то, но смета это ничего отражать не будет, потому что нужно делать проект. Кстати, то же самое относится к ремонту квартир, поэтому есть и дизайнеры квартир, которые тоже берут деньги, ну и так далее. То есть там куча-куча всего. И, конечно, там сложно просчитать, но можно всегда назвать от ценник. Во-первых, есть всегда от квадратных метров, тоже очень круто работает в банях. Кстати, тоже сложно назвать ценники, как выясняется. Например, ценники в банях проще всего выставлять от, потому что крайне сложно просчитать их. Ну вот можно написать от, от 137 тысяч рублей. Можно квадратный метр посчитать. Ну вот квадратный метр здесь получается дорогой. То есть мы посчитали, он стоит, по-моему, 12 тысяч рублей квадратный метр. Это до хрена. То есть если бы мне сказали, что баня стоит 12 тысяч рублей квадратный метр, я бы закрыл лендинг и вообще бы даже не то, что вообще к компьютеру не подходил, я бы в угол забился. Хотя вроде 137 тысяч, например, это не такие страшные деньги. А вот 12 тысяч за квадрат, и ты даже у тебя просто в голове сразу выстраивается вот эта вот длинная-длинная, бесконечная прямая из этих квадратов. И ты понимаешь, что тебе нужно заплатить 100 тысяч миллионов рублей. И вот это вот пугает. Поэтому лучше всего делать цены, если писать, ну, во-первых, писать их от, если есть такая возможность. Во-вторых, писать их меньшими жертвами. То есть если квадратный метр действительно дорогой получается, например, 12 тысяч, да, для некоторых это недорогой. Но для людей, которых есть там 200-300 тысяч построить баню, для них 12 тысяч квадратный метр, для них вот просто страшная космическая цена. Хотя вроде бы и небольшая, если прикинуть правильно. Но опять же, что-то в голове происходит. Если у вас есть точная цена, вообще проблем нету. Если у вас точная цена, то для вас таблица. Таблица – это идеально. В ней можно прописать несколько цен, сравнить их между собой, прописать какие-то количества, какие-то, ну, вообще основные параметры, чем они между собой отличаются. Например, тарифы. Можно также прописать, также какие-то описания сделать. Например, это для чайников, это для нормальных таких пацанов. Ну, а это если вы хотите там захватить весь рынок. Даже многие, кстати, так и пишут, есть такое. С таблицей тоже сейчас сильно заморачиваться не буду. Желательно, ну, например, в моем случае для меня открытие было, что здесь действительно можно показать по вот этим ценам, что продвинутый пакет, он на самом деле намного выгоднее, чем начальный. Например, если взять отношение цены ко времени введения компании, а ведь нельзя Яндекс.Директ просто сделать и его не ввести, это глупо. Получается, что за 109 тысяч комплект стоит, он стоит этих денег, потому что стоимость введения в неделю всего лишь 6 868 рублей. А если в день перевести, то это будет вообще меньше даже тысячи рублей. Блин, надо цены поднимать, что-то очень дешево. Вот, оптимальный пакет, видите, уже стоит чуть больше тысячи рублей в день. И начальный пакет стоит уже, ну, там, сколько там, тысячу триста где-то рублей в день. Вот, пожалуйста, сразу видно, где, чего и откуда ноги растут. Основные преимущества можно расписывать. Это можно, кстати, красным выделить и показать, что да, ребята, видите, надо заказывать дорого, потому что дешево – это плохо. Ну, например. Ну, если вам, конечно, не нужно, чтобы они вообще хоть как-то заказывали. Если у вас за 24 не заказывают, ну, попробуйте сделать за 10, например, пакет и посмотреть, что люди будут заказывать или, ну, хоть что-то, может быть, начнут заказывать. Тоже такое бывает. Ну, просто некоторые, ну, например, у меня сейчас тоже есть идея сделать еще подешевле пакет, хотя раньше таких идей не было. Почему? Потому что 30 человек звонит в день, но при этом только 3 закрываются, например, или 4. Хочется, чтобы закрывалось 10. Для этого можно сделать просто более дешевый вариант еще. В принципе, у меня работники работают, мне, в принципе, пофигу, а деньги лишними не бывают, в общем-то. Поэтому можно всегда что-то придумать и сделать. Вот. Что-то там еще у меня в табличке было. Да, да, в таблице можно обязательно добавлять подарки. У меня, например, есть подарок 12 тысяч рублей на счет аккаунта. Очень крутая тема. Хотите, пожалуйста, получите. Но только с оптимальным пакетом. Кстати, здесь выгода получается реально. 12 тысяч рублей на счет аккаунта, получается, это намного выгоднее, чем покупать начальный пакет. Ну, то есть, даже вот это можно тоже написать отдельным блоком и показать, что в общей сложности вы заплатите, например, минус 12 тысяч, тоже посчитать, минус 12 здесь, а здесь 24. То есть, и, допустим, тестовый бюджет. Или как-то с этим там связано, тоже можно показать. И прям цифрами, цифрами, плюсиками, да, минус там и так далее. Вот идеально, когда у вас есть такая таблица. И она не только у меня, она есть практически у всех, кто занимается Яндекс.Директом, потому что эту таблицу, вот эту, скопировали, насколько я помню, штук 30. 30 я сайтов видел, наверное, с такой таблицей, с один в один таблицей. То есть, видоизменения моей таблицы мы не считаем. Просто один в один, вот где-то, наверное, 30 сайтов есть. Значит, работает. Если копируют и не удаляют, значит, работает. Здесь, опять же, я, например, не смог ничего расписать. Я могу только расписать. Здесь, кстати, тоже можно расписать, например, почему стоимость лейдинга 100 тысяч рублей, можно каждый этап расписать по ценам. Вот, так что тоже как вариант.